В Белгороде обсуждают историю спасения двухлетней девочки, упавшей в канализационный люк со сломанной крышкой. Если бы не случайный прохожий, оказавшийся к тому же сотрудником МЧС, малышку унесло бы слишком далеко и помочь ей было бы невозможно. Репортаж Сергея Пономарева. Наталья теперь обходит это место стороной. В тот злополучный вечер они с маленькой дочкой Лизой, как обычно, гуляли возле дома. По дороге встретили подругу с сыном. Все как всегда. Дети играли, мамы общались, говорит, отвернулись буквально на секунду. Но этого оказалось достаточно. Артем слез и подлез вон там выше, под оградку. Лиза следом за ним. Я пока отвернулась, ее нет. Двухлетняя Лиза наступила на крышку канализационного люка. Как оказалось, сломанную. Девочка провалилась в коллектор. С сильным напором воды ее внесло в канализационную кругу. Я полезла туда. Там лестница свалилась, меня мужчина вытащил. Кроме крика, я больше уже ничего не могла делать. На крики о помощи прибежал Антон Роганин, сотрудник местного управления МЧС. Случайно оказавшийся рядом. Узнав, в чем дело, не раздумывая, прыгнул вниз. После этого я попросил людей, которые на поверхности были, чтобы они нашли мне фонарик, тросы и вызвали спасателей. Медлить было нельзя, считает Антон. Крики девочки раздавались все реже. По узкой трубе ему пришлось проползти около 20 метров. И столько же обратно с ребенком. К счастью, наверху уже ждали коллеги, которые помогли выбраться из-за подни. Антон признается, а раньше спасать людей не доводилось. Да и работа у него другая. Выяснять причины пожаров. Просто хороший поступок сделал правильно и все. Героем я не был и не буду, наверное. Встретиться с Лизой еще раз получилось только через полторы недели, когда девочку, пережившую сильный шок, выписали из больницы. Огромное еще раз сказать тебе спасибо. Если бы не ты, я не знаю, что бы было. Даже в телефоне записал ангел-хранитель. Так совпало, что отец Лизы и ее спаситель в свое время учились в одном классе. Не виделись больше 10 лет. Я ехал с больницы от ребенка. Я говорю, мне с пресс-службы звонят, говорят, вы знаете, кто спас вашего ребенка? Я говорю, ну знаю, что ваш сотрудник, это ваш одноклассник. Я говорю, ну в начале не поверил, у меня удивление такое было. Потом узнал уже кто. Теперь в доме Бараковских Антон желанный гость. А если у супругов родится второй ребенок, они твердо решили, кого позовут в крестные. Сразу же после произошедшего коммунальщики спешно заменили крышку канализационного люка. И даже отгородили ее предупреждающей лентой. Однако родители Лизы решили просто так этого не оставлять. Они уже написали заявление в полицию, чтобы наказать тех, чья халатность чуть ли не стоила жизни их дочери. Сергей Пономарев, Антон Ефремов, Василий Филаретов, Первый канал, Белгород.